всем привет меня зовут катя и вы на моем канале о вязании уже давно не было видео на моем канале мне вообще некогда его снимать честно говоря поэтому сейчас будет такое прям быстрое быстрое видео просто чтобы показать готовые работы потому что практически все из того что я буду сейчас показывать они в ближайшее время от меня уедут поэтому просто я их не успею заснять и показать потому что и так часть работ тоже уже была отправлена и не показана начну с того что еще в предыдущих видео говорила о том и по моему показывал насколько я помню вот этого слоненка для него шуршащие ушки это погремушка и говорила то что будет в комплект к этому слоненку еще будет комфортер слоненок и будет мастер-класс собственно мастер-класс уже есть он уже вышел сейчас покажу комфортер в мастер-классе такое очень очень полное описание вязание с видео с фото причем с видео там начиная от той пряжи которую можно использовать до каких-то сложных моментов то есть вывязывание вот хобота это все есть на видео вывязывание вязание головы и как я вставляю глазки ну то есть вот прям вот максимально максимальным и вот собственно комфортер как он выглядит до вязание этой салфетки самой тоже есть видео есть и краткая ну как бы словесное описание письменное и видео вывязывание вот этих ракушек и вывязывание помпончиков тоже и описание и видео и в мастер-классе значит идет описание на слонят и в предыдущих видео тоже я показывала комфортер единорожку то есть вот на единорога комфортер слоненка комфортер и слоненка погремушку значит описание связано это все из хлопка здесь у нас ализе было по моему серый и розовый цвет насколько я помню вот такой слоник носик у него вывязывается то есть здесь ничего пришивного нет он вывязан глазки на безопасном укреплении ушки ну собственно белый по моему это это тоже хлопок вот я не помню либо это бегония либо это дроп сафран шафран как правильно в общем вот на эти игрушечки они от меня просто тоже уезжают поэтому больше уже не смогу показать и к этим игрушкам комплект который уезжает это сюда же вот такой держатель для соски или для погремушки здесь пряжи витакоко тоже хлопковая и уже упакован шапочка шапочка и пинетки шапочка классическая даже доставать не будет потому что это классические шапочки чем этим эльфики которые я вижу пряжа здесь полухлопок это газал baby cotton xl вот этот набор увидят вот это все в один набор серенький такой сейчас я уберу дальше из нового следующее что было это у меня сейчас покажу вот такой вот наборчик погремушка лягушка тоже связаны по моему мастер-классу она у меня на нее есть мастер-классную там 4 погремушки в том числе лягушка и я решила добавить к своим комфортером еще вот такую вот лягушку вот такие у нее лапки лягушачьи по лягушке пока нет мастер-класса он в процессе сейчас я доделаю заказы и тогда приступлю к этому мастер-классу вот здесь что из ну как бы новенького для меня но помимо того что вот добавлены такие лапки до этого причем лапки все тоже ввязываются тоже это я все рассказывать буду и показывать в мастер-классе вот такой вот то есть мастер-класс будет на двух лягушек на погремушку и на комфортер лягушечку это тоже хлопок здесь ализе было а вот это полухлопок насколько я помню это либо газал джинс либо я нарк джинс уже честно не помню но это полухлопок это лягушечка хлопок здесь ткань это муслин это я решила на пробу купить вот так сделать набор с муслином то есть здесь шершащие ушки вот на таком грызуночки рыбки это тоже все вот в одном наборе и еще сюда же платочки для кормления ну то есть они двойные до где-то 23 или 25 на 25 сантиметров вот два платочка здесь в наборе то есть получается набор состоит из вот этих вот платочков грызуночка из муслина тоже и игрушка и комфортер вот это из из новенького в плане игрушек сейчас я это уберу в коробочку так дальше сейчас я вижу довольно большой заказ но частично вернее у меня забирают из наличия и это заказ для магазина то есть девушки свой розничный магазин с детскими различными товарами и вот частично она забирает у меня там комбинизованные в общем какие-то комплекты уже из наличия погремушки из наличия какие-то игрушки из наличия и попросила довязать это то что я еще не вязала сейчас покажу это первые такого плана то есть нужны были пинетки пинетки вот с такими крышками пинетки ангелочки они у меня связаны в розовом цвете пряжа здесь я не нашла к сожалению у нас в городе газал baby cotton excel из которого я в основном вижу такой план то есть нужен был полухлопок у нас нет заказывать это ну это долго мне ждать потому что нужно в ближайшее время это все довязать поэтому здесь я все вот эти пинетки которые я буду сейчас показывать они связаны в два сложения из обычного газал baby cotton не excel вский то есть в две ниточки на спицах три с половиной они связаны вот розовенькие прям вот на 0 3 месяца вот так по подошве дальше связаны голубенькие тоже вот вот такая здесь по одной они все с я старался сделать все разные ну скажем так чтобы был какой-то выбор здесь тоже вот эти крылышки их потом естественно не все помнутся пока будут почты от меня добираться поэтому их нужно будет потом отпарить вот так это выглядит и почему там но видимо тоже зависит от пряжи потому что например вот голубые как будто они больше более жесткие что ли они даже форму по-другому держит эти все проминаются а здесь вот они сами стоят то есть они ничем не наполнены стоят сами и когда виза вы когда вязались они тоже но чувствовалось что вяжутся как бы более плотненько то есть вот такие вот вариант вот таких пинеточек и еще вот такие пинеточки с зайчьими ушками это тоже казал бы бекатон в два сложения здесь вот такая подошва везде есть завязочки завязочки я вижу не полый шнур мне толстоват и довольно долго вяжется а это крючком шнурок у меня есть на канале мастер-класс как я вижу такие шнурочки вообще как я вижу шнурочки и в том числе там есть мастер-класс по вязанию крючком это очень быстро и просто и они тоже такие ну как бы объемные то есть это не совсем цепочкой такой как как двойная цепочка и вот к этим пинеткам связан грызунок ушки шуршающие вот то есть и такой наборчик пинетки и ушки так сейчас я наверное покажу раз уж подключилась что в процессе сейчас принесу вот это собственно пряжа из которой я в основном вяжу газал бы бекатон excel в 50 граммах 105 метров она получается потоньше чем если вот газал бы бекатон в две ниточки и помягче и вот у меня связаны еще вот такие такая пока она одна и не . мишка это у меня девушка запирает комплект из комбинезона вот такого коричневого цвета шапочка и по гремушка там мишка и там в комплекте не было пинеток поэтому она до заказала еще вот такие пинетки но чтобы они были сочетались с погремушкой вот одну я пока связала сейчас буду вязать еще одну и и это еще не все еще у меня пинетки там желтенькие но там обычные пинетки что были в комплекте с погремушкой жирафик поэтому если потом успею то еще покажу что еще будет связано потому что еще будет к вот этим голубеньким пинеткам будет такой же слоник ну только только в голубом цвете также наверное голубой тут будут беленькие либо беленькие либо такие молочные ушки вот здесь будет комплект голубые пинетки и слоник вот эти пинетки в комплект комбинезону к шапочке розовые сами по себе и еще комплект будет желтые пинетки и погремушка жирафик вот наверное это все что я хотела нет не все сейчас еще покажу еще у меня заказ тоже параллельно я его еще даже не начинала это комбинезон с косами плюс пинетки плюс шапочка я вязала до этого и такой комбинезон из лана gold classic в этот раз решила попробовать файн чтобы вязать в две ниточки мне кажется будет чуть пообъемнее чем лана голод но по крайней мере попробую цвет заказчица но он у меня и был такого цвета цвет василек только вот в классическом лана гол там идет на 100 грамм 240 по моему метров а здесь на насколько я помню это покупала на вайлдерис кстати пряжу здесь не помню но по моему 280 метров на 100 грамм что ли как-то вот так и в две ниточки получится довольно плотненько но мне хочется просто побыстрее его связать потому что из лана голд будут буду вязать однозначно дольше попробую видела что очень многие такие комбинезоны вяжут именно в две нити вот из лана голд файн поэтому попробую вот это что тоже в следующих у меня в заказах то есть сейчас ну заказов еще прилично именно по времени остается вот нужно быстренько это все с этим всем разобраться потом соответственно мастер-класс собрать весь сформировать и написать и выпустить вот наверное еще хотела пару слов сказать я выходной была на ярмарке я наверное в конце прям просто маленький кусочек видео вставлю просто своего стола чтобы посмотрели в очередной раз решила попробовать попытаться в очередной раз убедилась что и либо как там лыжи не едут да но в общем из продаж у меня снова только котики а нет не только котики в этот раз у меня продалась игрушках из полухлопка мои за один из моих больших зайчиков по которым тоже у меня есть мастер-класс у меня там голубой и сиреневые зайки вот вот продался голубой зайчик и продался еще зайчик а я тоже не помню по моему в предыдущем в каком-то видео насколько я помню я показывала зайка из dolce baby в мятном платьишке с длинными ушками мне кажется что показывала вот он продался и котики и несколько брелочков осьминожек плюшевых или осьминожка и китенок ну в общем крайне мало продалось в общей сложности по моему меня около 3000 вышли все продажи в очередной раз я решила что это ну для меня это абсолютно неблагодарное занятие то есть стоишь целый день по сути на жаре и вот я не знаю честно какой должен быть ассортимент то есть это должны быть игрушки там где все по 50 и все по 100 ну я как бы тоже не готова на это идти и за такие цены продавать поэтому либо это должны быть игрушки действительно просто из стопроцентного акрила чтобы хотя бы не жалко было хотя в любом случае из чего бы они не были вяжем то мы одинаково что из акрила что есть там из хлопка то есть по времени на одно и то же только внешний вид отличается вот поэтому ну ближайшее время нет я не хочу я говорила по моему весной что я записывалась на ярмар какая-то там всероссийская будет платная в конце августа но он участие стоил 2000 там два дня и я решила что нет я не пойду потому что но это смысла не имеет там заработать те же там три-четыре тысячи ну пусть 5 и отдать половину за участие смысла нет а больше это значит нужно какое-то огромное но и мне сейчас даже некогда навязывать вот эти все брелочки и так далее а из готовых у меня это такие малышковые то что на ярмарках как бы не пользуются спросом то есть это вот погремушки пинетки там шапочки и так далее это вообще смысла не имеет вот поэтому нет больше я в ярмарках участвовать не буду ну если только мне вот захочется где-нибудь там ну вот просто отдохнуть и постоять но это однозначно будет не уличная не жара потому что это очень тяжело было конечно целый день вот поэтому это вот еще чтобы было это когда воскресенье это наверно это та неделя была то есть это те выходные воскресенье было на той неделе недели назад выставка была вот все наверное это основное что я хотел рассказать и показать если кто-то хочет приобрести мастер-класс по слоникам с единорожкой или возможно какие-то другие мои мастер-классы то сверху в шапке здесь на youtube есть ссылочка можно перейти телеграм-канал там написать можно написать там есть ссылка на вконтакте там но то есть найти либо напишите в комментариях я в комментариях напишу где можно со мной связаться и вот говорю ближайшее время будет еще мастер-класс отдельный по лягушкам все всем спасибо за просмотр я вот буквально сегодня воскресенье сейчас же это видео и выложу буквально пока у меня все вышли на улицу но основное количество детей с мужем поэтому у меня тиш тишина поэтому вырвалась вот немножечко и снять небольшое видео и сейчас дальше убегаю дальше работать всем всем пока пока